Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа». Итак, начинаем. Паулус Поттер. Корова пруда, голландская школа. Как и у многих других голландских живописцев, у Поттера первенствующее место в пейзаже принадлежит животным, тогда как самый пейзаж служит как бы фоном для них. Поттер по справедливости может быть назван портретистом животных, так как дает их образы верные не только по внешности, но и по характеру. Он умеет подмечать в животном мельчайшие интимные детали его нрава и его ощущения, бодрости, усталости, ужаса, довольства и передает их с удивительной художественной справедливостью. Образцом таких произведений, отличающихся правильным и отчетливым рисунком, верностью святотений и общей гармонии колорита, богатством мотивов и цельности композиции, служит предлагаемый нам пейзаж «Корову пруда». Названы так по центральной фигуре «Корову» с ее отражением в прозрачной воде пруда. Картина представляет чудный летний день. У пруда перед фермой в тени деревьев пасется всякого рода скот. Несколько коров вошли в воду, которая как зеркало отражает их фигуры. Рядом с ними купаются мальчики, другие уже выкупавшиеся одеваются на берегу. Вдали, там где виднеются залитые солнцем луга, едет запряженная шестериком коляска, направляясь к скрывающемуся за листовую дому. Богатый голландский Мингер воспользовался искусством Поттера, чтобы увековечить свою летнюю резиденцию со всеми сельскими прелестями. Он обладает при этом достаточным вкусом и пониманием искусства, чтобы позволить изобразить себя совсем маленькой скромной фигуркой и на заднем плане, и предоставить главное место в картине своим животным. Невозмутимое спокойствие этой коровы как бы распространилось на всю картину, которая по теплому золотистому тону, по прозрачности воздуха и по группировке фигур производит более цельные впечатления, нежели все остальные произведения художника. В этом отношении, наряду с этой картиной, хранящейся в Амстердамском музее, можно поставить разве только его прекрасно сохранившуюся картину нашего Эрмитажа – ферма. Ну вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотогравюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok